Галина Сафронова вышла на рынок с двумя ведрами цветов в надежде заработать немного денег. Заблаговременно женщина подготовила себе рабочее место. Специально купила бэушный стул. Но придя в это злополучное утро на рынок, обнаружила, что им уже пользуются конкуренты. Схватила меня и стала толкать. Дотолкала вот до этого места, где я стою. Расхватила за руку, которая сейчас с гипси. Крутанула так, что я присела. Я присела и говорю, ой, больно. Она взяла бумагу, которую люди знают, когда покупают цветы, отрезают и делают букеты. И стала сильно мне бить. На этой руке у меня гематома большая и с 25 копеек синяк. Я вся синяя. У пенсионерки сломана рука. Говорит, это результат ссоры с продавцом, работавшим по соседству. Женщина не понимает, за что ее избили. Когда я подошла к ним и говорю, девочки, руку держу, девочки, что же, как вы же не могли подойти. Ведь это же не собака, это же человек. А не тетя Алла, мы ни за нее, ни за вас. Вы лучше отсюда уходите. На каком основании, я не понимаю. Если рынок открыт для бабушек, для людей с цветами, почему я не могу прийти и продать два ведра этих цветов, что-то на них заработать. Продавцы из соседних магазинов говорят, пострадавшая сгущает краски. Ее никто не бил. А в конфликте виновата она сама. Дральки там на самом деле не было, но тетушка фантазерка. Она это самое, прицепилась по мою стула, по мой стул, давай тут это самое, через цветы. Нина ей говорит, уйди отсюда. Вышла просто. Ей говорит, уходи, ее все гонят. Езжет. Она тут и нам в магазине концерт устраивала. Но ее не бил. Она до этого работала на вальшах, вот там, русских. Она не могла ни ящики поднимать, ничего. Она вся ходила синяя, недели две с этой рукой. Ей там помогали все. Ну а здесь произошел конфликт, и ей надо было на кого-то свернуть. Кто прав, а кто виноват, выяснят правоохранители. В милиции сообщили, сейчас по факту несения телесных повреждений открыто уголовное производство. Проводится проверка. Дмитрий Слезовский, Елена Корноухова, Виталий Козловский, Олег Ивашенко. Программа «Наше время».